Уважаемые участники конференции Клуба Искатель, сейчас мы слушаем Ольгу Васюкову, психолога-когнитивиста, с сообщением Вернадский и практика самосознания на момент времени 2022 год. Итак, уважаемые друзья, я хочу вам напомнить, что от темы Вернадского я никуда не уйду. Мне говорят, как опять Вернадский? Вернадский – это сегодняшнее начало перехода мира в новый режим. Если вы внимательно послушали, что я рассказывала когда-то раньше, я вам говорила, что я получаю информацию, мы все получаем информацию, только одни идут по этому времени, а другие выскочили за грани, не знаю, что с этим делать. Вот когда я получала информацию, я что? Я бывший целитель, да, я целила всех 10 минут в серию, встали ушли здоровые, я прослеживала за ними потом, и, наконец, меня посылают идти по прямой никуда не сворачивая. Я начинаю понимать, что что-то не так в этом мире, я начинаю заниматься дальше, причем это не я, я просто получаю информацию и четко ей седаю. И вот сегодня я хотела о чем-то рассказать по Вернадскому, да, и опять появилась тема, которую вот мы пропускаем, да, и мне, не делая этих вставок, у нас ничего не получится. Так вот смотрите, что у меня написано. У меня написано, что мое выступление, я сейчас записала, это не я дописала, это ручка дописала. На данный момент времени 2022 год. Итак, каждому времени своя информация. Вот сегодня идет переходный момент, поэтому, когда я разговариваю с Сашей, да, его слушаю и потом выступаю после него, мне это приятно, потому что мы рассматриваем его с двух сторон. Посмотрите, тайна Креста, тайна Библии. Рассмотри любую ситуацию с двух сторон. Не суди, не судим будешь, оставшись посередине. И то, и другое, а дальше идти вперед, никуда не сворачивая. Так вот смотрите, сегодня был такой разговор и по поводу Солнца. Вот я хочу показать вам, я ни разу вам, по-моему, не показывала, что вот один мой знакомый, это Казахстан, он написал книгу, писатель. Жена из-за него вышла замуж, она как бы была достаточно такая крутая женщина, но она почувствовала, что ей все равно нужен защитник. Вот она вышла замуж, родила ребенка, да, и вот он издает свою книгу и пишет свое имя Александр, и Амалия, это ребенок, который у них подрос сейчас, да, и ставит приключения радужки. Вот это радуга. Что такое радуга? Вот посмотрите, вот это Солнце. Солнце, а вот это вокруг называется эфир. Либо то состояние, Бог, либо невидимое состояние, из которого должна пойти мощная энергия в определенный момент времени. Итак, я хочу вам напомнить, что говорит наука сегодня об энергии, обо всем совершенно, что есть сегодня. Итак, не перейти к вернадскому, это должна быть подготовка определенная, причем лично для меня. Вы поймете, не поймете, это другой уже вопрос. Я раньше думала, что я обязательно должна до кого-то что-то донести, теперь мне все равно. Я просто иду, с кем меня сталкивает, с тем я начинаю говорить. И понимает он меня, нет, если не понимает, я просто ухожу. Если понимает, я продолжаю говорить. О чем речь сегодня идет? Наука вышла на такой уровень, что она не знает, что сделать с теми открытиями, которые она делает сегодня. Так вот, 2021-2022 год, это переход системы в один режим функционирования. Но Саша правильно сказал, это может быть и 400, и 500 лет, я не знаю, но сегодня должно быть в любом случае начало. Вот смотрите, наука сегодня. Вот Зигелевские чтения, сегодня я была там, да? Они опять говорят, эфир, водород. Я подхожу к человеку и спрашиваю, ты говоришь, водород, что ты имеешь под этим? Почему вот люди сегодня хотят водородной ванной принимать, еще что-то? Они себя лучше чувствуют. Потому что водород – это альфа-частица, о которой уже было сказано 5 лет назад на тех же Зигелевских. Я его спрашиваю, он даже не знает, о чем я говорю. То есть, ему нравится, что в ванной сидят, получается, а то, что человек не может удержать эту энергию. Он берет энергию жизни и дальше он ее не может удержать. Почему? Потому что еще не настало время вернарского. Что такое вернарский? Это понять, что был Тесла, да? Вот сегодня тоже у нас молодой человек, мой друг, выступал, да? Что такое Тесла? Он брал энергию жизни, он шел по позвоночнику, что? Вспышка, 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 а все живое от него разбегалось. Почему? Да потому что он эту энергию, он удержать не мог, он ее излучал во все стороны и все живое от него разбегалось. И мы не могли объяснить, почему, потому что время еще не настало. А сегодня уже новое время настало. Смотрите дальше, что говорит наука еще дальше. Мир иллюзии, материи одновременно. Дальше. Карма есть, но никакой кармы нет. Что мне это сказал? Насчет кармы, это, конечно, Индия, где была. Он сказал, запомни, наука, сегодня кармы нет. Я говорю, а куда же она делась-то? Мы же привыкли перерождаться. Из одного станет другой. А вот посмотри, что получилось. Сначала Тесла, потом пришел Вернарский, а теперь пришло учение, вот в данном случае, и говорение идет через меня. Получается, вроде как мы переходим из одного тела в другое, но это глупость невероятная. Поэтому, что сказал ученый? То есть не ученый, а карки богованы. Он сказал, что запомни, наука, никакой кармы нет. У тебя сегодня есть компьютер. Ты сегодня выросла. Поэтому, что сделай? Просто возьми. Ты умеешь с компьютером обращаться? Я говорю, очень плохо. У меня вот были люди, а теперь как бы это самое. Он говорит, ну это же так просто. Возьми одну фрешку, симку там, вынь и вторую ставь. Я спрашиваю, а что это значит? Он говорит, одну программу выйти, вторую, а новую ставь. Я говорю, а как это вообще понять? Он говорит, потом разберешься. Вы понимаете, люди могут, люди, которые мы за человека принимаем, это объект просто, который может нам передать информацию, даже не вдумываясь о ней. Знаете, что сказал тот же, как и богованы? Он сказал, запомните, я такой же в яйце, как и вы. У меня тоже боль есть. Я просто открываю рот и получаю, и даю информацию. И дальше иногда просматриваю ее. Тогда что ученые наши сделали, да? Какой бы они сделали сегодня, что энергии есть, ее нету. Да, мозг никакого отношения к мышлению и логике сравнений не имеет, да? А что же делать мне-то? Все-таки у меня есть понятие мозга. Меня чему-то учили три образования. Так вот, оказывается, когда приходят новые времена, наша задача что сделать? Взять это тело, задействовать Вернарского, Тесла и тех, которые были даже раньше. И что? Построить образ перехода в новый режим. Поэтому что говорят наши сегодня генетики? Нам нужны люди, которые фантазеры, которые могут что? Взять просто, получить нужный образ и запустить новую программу. То есть тело – это объект, да? В котором находится сейчас программа, которая несет всему миру боли и страдания. И в любой точке, вот в любой, вот совершенно, вот это ящик Пандоры. Помните, я вам говорила, почему я не рисую? Потому что, во-первых, я не умею это делать, как Саша, да? А с другой стороны, я должна показывать объемные предметы. То есть мы должны видеть материальные образы, которые потом мы сможем, что, сфантазировав одно убрать, другое, чтобы проявилось. Вот как это объяснить? Я не знаю. Мне сейчас очень грустно, потому что знания, они накопились, а куда их девать, я не знаю. Мне нужна наука, которая вышла за грань, а ее сегодня нету. А которые есть, тоже вот так же сидят и занимаются черти чем. Вот смотрите, что сказал Бог, да? Что, вот сегодня молодой человек выступал и сказал, что Бог – это космический разум. Это что значит? Это что-то нами все-таки управляет? Значит, мы руки-то поднять не можем, принять решение мы не можем свое. Если кто-то встал и ушел, значит, кто им управляет? Говорите, космический разум. А вот если мы выровняем все это в единый режим, да? То есть у нас что еще раз я показываю вам, да? Во-первых, как создается мир? Еще раз, может быть, остановите, посмотрите. Бог был в невидимое состояние, потом поделил на Адам и Эллит, да? Потом Адам и Ева, да? Наконец, раз они материализованы, мальчик и девочка, они должны что-то родить. И тогда Бог им что создает, какой образ, что все, что необходимо для развития этого ребенка. Мы же ведь, когда у нас ребенок появляется, да? Мы же для него все это готовим. Значит, нет ни одного таракана, который не может быть. Вы знаете, что сказал Садгуру? Он сказал так, Садгуру это новый такой товарищ. Он тоже берет дикие деньги совершенно, понимаете? Нет ни одного таракана, который не может быть. Нет, я сейчас скажу про Садгуру. Он сказал так, что если хоть один таракан исчезнет, то, говорит, этот мир рухнет. А дальше дальше он сказал, ну если исчезнут все люди, то будет столько удобрения, что появится новый мир. Вы представляете, шутка какая, да? То есть, с одной стороны, он сказал очень умные вещи. Мир создается так, что, как вот сказано в Коране, ни один лист не упадет с дерева без ведома моего. А вы что думаете, может таракан будет создаться сам собой? Но самое интересное, что в каждой точке, в каждом объекте любом, который мы называем живой, либо не живой, да, существует одна и та же программа. Поэтому, когда ученые, наконец, дошли до состояния, какой был год-то, 2006-2010, вот здесь конференции, на которых я была, да, тело не зашлаковывается. Дальше что? Как это не зашлаковывается, если вот в туалет не ходишь? Да просто программа управляет каждой формой, включая форму человека, да? Дальше смотрите, что написано в Библии. Все им ради него, и ничто без него не начало быть. И тогда батюшка что меня спрашивает? А еще что там быть что-то, да? Я уже вам говорила, ни один волос в голову не упадет в твоем безведомо моему. А мы думаем, что таракан может не родиться, либо родиться сам по себе. Дальше, смотрите, тайна креста. Таракан, который не хочет стать человеком. Тайна креста. Значит так, во-первых, человек это что? Это просто форма, через которую работает Вселенная. Что сказал опять-таки, как... И таракан. Он сказал так, что новую программу можно запустить и через муравьев, потому что там тоже есть борющиеся части, живут где-то там все. Но они очень мало живут. А нам нужно что? Сделать, взять такого и берут человека. Да несчастные мы, понимаете? Это вам кажется, потому что вы пока еще... Тело у вас нормальное. А к старости что происходит? Садятся межпозвоночные диски, болевой синдром нарастает, да? Зачем это все нужно, да? У меня вспышками. Вы знаете, что такое вспышка? С одной стороны, можно взорвать те точки, которые слипаются, чтобы они стали в едином режиме. Тогда наш вот этот самый организм, вот этот позвоночник, он начинает работать в другом режиме, где что? Нет деления на части. Пока есть деление на части, пока есть понятие Бог и органы твои, будет мир дуальности. В этом случае боль и страдания у нас будут сохранены. И вот сегодня, ну, есть такое выражение, что Бог, уже мы столько настрадали, что Он готов уже нас наградить, да? Наградить. Что наградить? Поменять программу, которая что? Откуда это все появляется? Я не знаю. Я только знаю, что это какой-то кошмарный сон в сегодняшнее время. Поэтому что в Библии написано? За мной мир самодостаточных пойдет только тот, кто возненавидит этот мир. Но чтобы возненавидеть, нужно иметь очень сильный болевой синдром. Поэтому что мне сказал Кальки Багаван? Он сказал, запомни наука. Имей дело только с теми, у кого большие проблемы. Иначе они тебя просто не поймут. Ах, любовь, любовь. Где любовь? Если бы вы знали, что такое любовь сегодняшняя, это феромоны. Дальше был такой, я не знаю, предсказатель. Он даже в Москву сейчас приезжал, мы все так проявляют. Он сказал, что нет никакой любви. Есть только привязанность человека, с которым тебе комфортно. Вот ты с ним и живешь. А как только он тебе не нужен, ты ему пошлешь далеко. Сколько семей распадается сейчас? Нам все время показывают, феромоны – это совсем другой процесс. Это не любовь. А любовь – это состояние мира, где боли и страдания исключены. У любого насилия, включая форму человека. Что сказал Фархат? Не трогайте камни. Это живые люди. Просто вы этого не понимаете. Что я делала? Пять тысяч, пять килограмм камней тащила в долину жизни. Вы представляете? Почему? Глупая была, маленькая, недоразвитая. Итак, как мы с вами растем? Сначала младенец, потом подросток, потом пацан, да? А потом хлопком тебе дают что? Дипломы, ты уже должен идти вперед. Вот у меня здесь описано, как в этой технике, я ее как получила? Внимание внутрь себя. Я начинаю наговаривать, наговаривать. И вот я взяла и часть переписала того, что я делала. Вот в следующий раз уже, опять-таки, время идет, и пора меня… Я вот чувствую, просто мне говорится, заканчиваю, да? Только для того, чтобы перейти в новый режим, нам даны такие сведения из науки и философии, которые бы мы могли схлопнуть точку. Потому что я еще раз говорю, есть такой мужик, да? У меня был свой ясновидец, он предсказывал, ушел. И вот появляется этот мелод, да? И вот когда он начал наговаривать, я думаю, какой бред он там наговаривает? Это летающая тарелка, что это такое, да? И вот я читаю, у меня вдруг идут вспышки. Что такое вспышка? Это и взрыв, и озарение, правильно? И что угодно, вспышка, вот, и что, закончился один мир, начался другой. То есть если мы не способны будем с вами фантазировать в новом состоянии, мы так его поставим. Поэтому вот здесь вот как нарисовано. Либо ты остаешься в старом представлении мира, да? Либо ты идешь вперед, никуда не сворачиваешь. Что такое? Это получение информации, что? По переходу в новый режим. Я не хочу, чтобы те, кто сегодня... Я понимаю, конечно, что мы биороботы, четко исправляющие инструкции среды. Но я не хочу, чтобы эти биороботы страдали и умирали, как это сегодня происходит. Я хочу, чтобы это были люди, которые перейдут в состояние, где боль и страдание исключено не только у каждого человека, но и вообще новое представление, где понятие двойной ДНК теряет смысл. Хватит на сегодня. Спасибо. Спасибо. Спасибо.